Продолжаем выпуск. На заповедной территории только гулять, ходить пешком или ездить верхом. И любоваться природой. Купаться запрещено. Без радости эту информацию восприняли и туристы, и владельцы баз отдыха в поселке Витязь. Виктория Лобецкая отправилась в морской заповедник, чтобы выяснить, как лучше отдыхать этим летом. Бухта Оставьева, райский уголок. Это давно знают туристы и каждый год едут из разных регионов страны. В дождливую погоду здесь не души, кроме Алексея Грибанова. Он старший госинспектор Дальневосточного морского заповедника. Своим присутствием напоминает, что акватория и 500 метров от кромки воды под охраной государства. Жечь костры, устанавливать палатки и купаться запрещено. Но месяц назад группа туристов именно этим здесь и занималась. Заехали на транспортном службе, расположили палатки, развели костры, естественно, что нарушая режим охраны. В отношении них, с учетом того, что они отказались предоставлять данные, было сообщено в полицию. Все, что могут сотрудники заповедника, информировать туристов о правилах поведения на охраняемой территории и составить протокол по факту нарушения. Кстати, закупание в бухтах Дальневосточного морского заповедника штраф составит 4000 рублей. Новость про ужесточение мир охраны болезненно восприняли владельцы баз в поселке Витязь. Туристическая мега Приморья этим летом может опустить. Как людям это можно объяснить? Потому что они 10 лет, 20 лет ездят сюда именно и ходят на Астафьево, и ходят в Бухту, Теликовского, и везде они ходят, и везде они купаются. А теперь они приедут, и мы скажем, а знаете, нельзя. Гулять можно, а в воду заходить нельзя. Безусловно, это их не обрадует. Не обрадует туристов и еще один нюанс. Передвижение на джипах, квадроциклах и мотоциклах по хребтам тоже запрещено. Прописано в природоохранном законодательстве. Потенциальных нарушителей инспектор Грибанов останавливает и предупреждает. Я предупреждаю, что вы заедете сейчас в охранную зону. Транспорт разрушает верхний грунтовый слой почвы. Дожди все это сносят на косогоры, а потом в море. Таким образом, сама идея сохранности уникальной береговой растительности и подводного животного мира под угрозой исчезновения. Понимая, что искоренить многолетнюю привычку считать заповедное обычным местом массового отдыха будет сложно, сотрудники заповедника намерены установить новые аншлаги и активнее вести просветительскую работу среди туристов. Объяснять, что можно, а что нет. И есть в планах и проработать совместно с администрацией Хасанского района и предпринимателями вопрос о предоставлении туристам альтернативных пляжей вне заповедника. Безопасные и комфортные для купания. Продолжение следует...